уважаемые скорпионы всем доброго времени суток вы на канале о котором и с вами ольга сегодня предлагаю вашему вниманию очередной расклад на неделю с 20 по 26 мая включительно расклад подойдет и женщинам и мужчинам рассматривать мы будем события этой недели в целом все что может интересовать любого человека работа финансы карьера доходы и расходы внешний мир в отношении вас дом семья взаимоотношения также просмотрим что может быть скрытых факторах подведем итоги всей этой недели в раскладе будет карта дополнительного совета или карта форс-мажора и сейчас традиционно вы можете загадать картам один вопрос желания то карта которая достану самый последний после основной выкладки всех карт вашего расклада и ответит на загаданный вами вопрос думаете о своем желании те кто знает асцендент просмотр вы можете также делать и по асценденту и то и другое верно берите для себя то что вам больше подходит оба знака могут резонировать колода фактически готова никому нужно больше времени на своего про желание нажимаете на паузу сами собой в колоде развернулись две интересные карты это королева мечей и карта мага ну прежде всего эти карты могут говорить о том что у кого-то из вас есть прекрасные способности вы очень хорошие управленцы другими людьми вы обладаете искусством красноречия вы можете людям внушать свои мысли вы можете решать даже самые сложные задачи благодаря своей логике абстрактному мышлению умение что-то предвидеть и просчитывать и это те качества которые вам в этом периоде нужно обязательно использовать также эти карты могут говорить о том что у кого-то из вас на этой неделе состоится очень важный разговор если говорить о женщинах вам нужно проявить в чем-то характер и напор потому что вам в чем-то нужно будет ясности разговор скорее всего будет с мужчиной мужчина вам готов будет помочь но с какими-то своими условиями либо со своим интересом в отношении вас если говорить о мужчинах то на вашу какую-то ситуацию может повлиять женщина возможно женщина при определенной должности и по королеве мечей это может быть женщина военная женщина чиновница женщина врач которая может быть непростая беседа но это может быть и любая другая особа которая способна помочь вам в каком-то деле вот такая предварительная информация посмотрим войдут ли эти карты в расклад думаете еще о своем вопросе и я приступаю к выкладке карт уважаемые скорпионы все карты вашего расклада перед вами и я приступаю к его прочтению раскладе очень много противоречивых карт есть не очень арканы есть карты вполне достойные которые говорят о том что не все так безнадежно но расклад начинается с карты старшего аркана башни а это может говорить о том что уже в начало этой недели вы входите с какими-то нервами эта карта может показывать любые непредвиденные ситуации в форс-мажор и предупреждает вас о том что какие-то важные задачи не стоит начинать решать с понедельника потому что что-то может не получаться вас кто-то может подводить это могут быть любые стычки интересов конфликтной ситуации общее раздражение рядом с вами других людей и все это может сказываться на ваше общее состояние если говорить о вашем запасе энергии на начало периода он очень слабый потому что по этой карте вы постоянно нервничаете карта может показывать болезненность эмоциональную нестабильность но и неудивительно так как на этой неделе у нас 23 числа будет полнолуния возможно именно предшествующая полнолуния таким образом может влиять на вашу жизнь поэтому если есть какие-то важные встречи важные разговоры важные сделки именно на понедельник желательно их перенести на более благоприятный другой день и стараться сохранять спокойствие потому что тут излишняя импульсивность и вы просто можете быть как комок нервов на входящие события выпала девятка монета это говорит о том что уже все другие последующие дни будут лучше все-таки вы начинаете как-то настраиваться на рабочий лад те у кого есть работа вы думаете о финансовой стороне своей жизни для вас важен комфорт уют здесь я уже вижу какой-то четкий план это что вы собираете со своими мыслями вы уже что-то планируете так как карта материальная она может говорить о финансовых поступлениях на этой неделе и для тех кто работает и для тех кто не работает возможно у тех кто не работает есть дополнительный источник дохода либо вам кто-то помогает еще если говорить о женщинах то возможно предлагаемая помощь от мужского лица но вы и сами себя способны обеспечить этот аркан также в позитиве может говорить о каких-то приятных покупках может быть инвестициях о которых вы думаете благодаря тем деньгам которые у вас есть это то что поднимает вам настроение поэтому если вы себя хотите чем-то побаловать ни в чем себе не отказывайте настолько насколько это возможно и это действительно скрасит ваши будни в центр вашего расклада в кармические задачи выпала пятерка чаш на этой карте мы видим женщину которая горько плачет она сидит в комнате в которой фактически нет света и на окнах на окне мы видим решетки это говорит о том что женщина в каком-то сложном положении ей кажется что все пропало она как будто бы в темнице человек думает о том что все шансы уже исчерпаны в его жизни и эта женщина уже не надеется на что-то хорошее и это может говорить о настроении женщин скорпионов которые смотрят этот расклад это может касаться и чего-то личного это может касаться и профессиональной сферы это может касаться и любых других отношений потому что эта карта говорит о том что ранее у вас кем-то был конфликт или недоразумение когда вы с кем-то друг друга не поняли вообще этот аркан может говорить о том что в дне сегодняшнем могут опускаться руки из-за быта ничем особо не хочется заниматься то есть мы здесь видим эмоциональные всплески по раскладу плохое настроение хорошее плохое настроение хорошее то есть перепады настроения и эта карта тоже об этом говорит но женщина не замечает перед собой кубка который стоит буквально рядом с ней есть стоит только поднять голову и она увидит этот кубок когда она перестанет огорчаться и у подножия стола мы видим еще один полный кубок то есть у этой женщины есть как минимум еще два шанса две возможности два каких-то варианта того как она могла бы что-то изменить и эти изменения в ее собственных руках поэтому если смотрит меня женщины эта карта как раз и говорит о том что вы не должны сейчас из-за чего-то убиваться горевать плакать печалиться это самый худший вариант из возможных наоборот вам нужно жить радоваться жизни вопреки всему и назло всем найдите в себе силы для того чтобы двигаться вперед потому что карта может показывать и депрессивность может быть у кого-то даже появляется желание выпить так как мы здесь видим кубки но даже это вас может не утешать если говорить о мужчинах то возможно в вашем окружении есть такая женщина которая плачет которая горюет которая обижается может быть именно на вас но и вы и так как в начале при предварительной тасовки карт выпадала карта мага возможно вы каким-то образом управляете какой-то женщиной она все это видит она все это понимает она устала и никто не пытается сделать друг другу на встречу первый шаг вам стоит пообщаться с этой женщиной вам стоит в чем-либо прояснить ситуацию успокоить ту особо которая плачет и печалится то что тяжело на сердце этой женщине сто процентов потому что рядышком с пятеркой чаш в малом кресте вашей судьбы мы еще видим и тройку мечей карту разбитого сердца у мужчин я вижу что тоже есть сердечная рана это связано с чем-то глубоко личным но повторюсь тут могут затрагиваться и рабочие процессы и взаимоотношения с другими людьми так как пятерка чаш выпала в самый центр вашего расклада но рядышком тут же в малом кресте мы наблюдаем карту туза чаш это говорит о том что и будет то что вас порадует или те кто вас порадует потому что есть те кто вас любят те кто вам предан те кто желает вам помочь и вам стоит эту помощь принять вам кто-то будет предлагать свою дружбу любовь поддержку не отказывайтесь от этого вам нужно общаться вам нужно на мир посмотреть другими глазами вам нужно в чем-то найти утешение карта очень творческая и она говорит о том что вы люди у которых до конца еще полностью не открыт творческий потенциал а это говорит о том что вы в чем-то себя еще способны развивать карта также говорит и о поддержке высших сил то есть свыше вам помогают это может проявляться в виде любой информации как благих вестей это могут быть те люди которые рядышком с вами которым вы не безразличны которые придадут вам также сил и уверенности и что немаловажно что эта карта выпала именно в дом финансов а это говорит о том что даже если вы деньги будете тратить будут новые поступления будут финансовые обновления и вообще по финансам я вижу что вы могли бы что-то улучшать расширять начинать новое все по этому аркану у ваших руках но параллель это карта опять-таки стройкой мечей то есть вот эти грустные мысли подавленность не дают вам пока себя раскрывать в полной мере в большой крест вашей судьбы выпала карта старшего аркана мира одна из лучших колоде которая говорит о том что и из внешнего мира к вам также могут идти очень хорошие возможности и шансы вашей жизни могут появляться новые люди новая информация новые знания этот аркан говорит о том что вы могли бы в чем-то расширить свой кругозор вы могли бы увлечься чем-то очень интересным и вы сами себя смогли бы поднять на новый уровень по этим картам потому что эти карты жизненного обновления нового жизненного рубежа нового этапа когда вот эти все слезы боль переживания могут остаться далеко позади и жизнь вам начнет открывать новые горизонты здесь также видна помощь высших сил потому что эта помощь к вам будет стекаться буквально со всех сторон хотя пока вы этого не замечаете но параллель это карта в большом кресте с картой старшего аркана луны возможно это та самая полнолуния о котором мы с вами говорили что она может влиять на вашу жизнь но эта карта еще и говорит о вашей интуиции гипер чувствительности интуитивно многие вещи вы чувствуете на подсознательном уровне и вы должны прислушиваться к своей интуиции но вы сейчас не слышите себя вы способны делать ошибки по двум вот этим картам которые я вижу в центре эмоции вас могут настолько переполнять что вы не способны принимать какие-то разумные решения вам тяжело собраться с мыслями вам тяжело себя на что-то настроить эта карта может показывать любые внутренние страхи комплексы неуверенность ощущение того что вокруг вас очень много лжи и вам лгут буквально все но это не так это ваше восприятие мира а мир вас воспринимает абсолютно иначе и в целом эти карты говорят о том что вы должны развивать свою интуицию у кого-то эти карты могут показывать наличие способностей также большое влияние на вашу жизнь скорее всего имеет еще одна женщина но это может быть женщина из вашей семьи это может быть мать тетя бабушка сестра кто-то из вашего дома но из-за этой женщины вы тоже печалитесь может быть с этой дамой у вас тоже не всегда простые взаимоотношения но они будут налаживаться давайте возьмем дополнительные карты на профессиональную сферу всех тех кто работает и тех кто пока не работает что вам нужно знать для тех кто при работе для тех кто при работе выпала карта пажа жезлов она говорит о том что вам нужно быть активными и в общем-то активность в работе вы будете проявлять тут очень много информации телефонных звонков разговоров каких-то встреч может быть много суеты по мелочам но вы здесь на позитиве вы умеете со многими найти общий язык вы умеете многих людей заинтересовать в том что нужно решить конкретно вам поэтому приходит помощь поэтому приходит нужная информация и ваша активность во многом вам помогает также эта карта может показывать дополнительные образовательные процессы может быть вы пытаетесь своей работе поднять уровень квалификации или что-то изучать дополнительно параллельно что тоже не будет для вас лишним возьмем для вас еще одну карту на совет для тех кто при работе эта карта пажа чаш еще один паш даже по этим двум милым картам прослеживается чья-то поддержка что-то участие даже в ваших рабочих процессах есть рядом человек на которого вы можете опираться и так как на совет выпала карта пажа чаш она говорит о том что любые вопросы старайтесь в работе решать в корректной форме так как эта карта говорит и о вашем творческом потенциале она может говорить о том что какие-то ваши идеи могут быть кому-то интересны и вы свои идеи можете обсудить с кем-то этот аркан конечно говорит о том что не особо то и работать хочется хочется может быть больше отдыха больше выходных но если вы планируете взять дополнительные выходные если вы работаете на кого-то попросите об этом и скорее всего вас услышат но теперь возьмем карты для тех кто в этот период вошел без работы но вы в активном рабочем поиске для вас выпала карта старшего аркана дьявола карта очень сложная она может говорить о том что в дне сегодняшнем работу найти достаточно тяжело но предложения у вас будут вам кто-то что-то может предлагать но скорее всего эта работа неофициальная по дьяволу возможно вы надеетесь на какую-то шальную удачу может быть это ваши мысли идеи теневого бизнеса к вам могут поступать предложения даже весьма заманчивые в которых вам много будут обещать но в конечном итоге ситуация кажется не такой какая она есть на самом деле обещать могут одну оплату труда по факту окажется другое обещать могут одни условия окажутся другие условия но я вижу что многие из вас готовы на это пойти совет по этой карте прежде чем принимать такие предложения стоит хорошенько подумать чтобы вы не оказались потом в зависимости от тех людей или от той ситуации в которой окажетесь может быть кто-то у вас за свои услуги наперед просит деньги предлагая помощь не стоит этого делать потому что деньги могут взять но то что пообещают могут не выполнить возьмем для вас еще одну карту на совет для вас выпала карта рыцаря жезлов карта очень активная она говорит о том что вам нужно будет с кем-то еще встретиться я вижу женскую особу и я вижу мужчину то есть возможно это абсолютно два разных человека с которыми вы что-то будете по работе обсуждать но по этой карте тут предложение будет уже получше по реальнее и может быть вам потом срочным образом нужно будет принимать решение может быть даже работа будет связано с дорогами передвижениями и сейчас вам тоже нужно с этим поспешить если говорить о мужчинах скорпионах может быть вам стоит кому-то что-то предложить по своим услугам и это кому-то будет интересно но аркан говорит о том что в скором времени что-то появится подходящее не торопитесь потому что будет выбор предварительно будет предложение не очень а потом будет что-то получше для тех кто пока дома что нужно знать вам для вас выпала пятерка мечей эта карта говорит о том что вы из-за кого-то нервничаете из-за чьей-то подлости из-за чьей-то грубости может быть из-за чего-то предательства это может быть то о чем вы думаете но это может быть еще и то чего вы пока не видите то чем вы можете столкнуться то есть аркан предупреждает что за вашей спиной есть враг или враги люди которые ополчены на вас люди которые либо за что-то очень злятся либо хотят какой-то мести это как предательство подстава оттуда откуда вы ее не ждете поэтому если вы понимаете примерно о чем идет речь возможно вам первыми нужно сделать контр удар в отношении ваших противников и действовать нужно такими же способами как действуют они это не совсем корректные способы но скорее всего вашей ситуации именно так и нужно действовать это как карта предупреждение и для вас возьмем еще одну карту на совет на совет выпала карта старшего аркана папы верховного жреца она говорит о том что позже откуда-то придет помощь но возможно если вы сейчас решаете какие-то вопросы связаны с госструктурами с людьми которые у власти кто-то может пользоваться своей властью если вам только предстоит решать какую-либо сложную задачу связанную с любыми документами с любыми официальными вопросами показано что вам в этом поможет один влиятельный человек на которого вы должны выйти это тоже очень непростой человек я думаю что вы понимаете о чем идет речь того чтобы вам или вашим близким что-то на физическом уровне угрожала из внешнего мира я этого не вижу наоборот в отношении вас идет какая-то полезная нужная информация которая вы сможете воспользоваться карта мира может предполагать это что возможно кто-то из вас подумывает о дальних поездках о дальних дорогах путешествиях но пока еще об этом говорить рано но для чего-то почву вы можете подготовить уже сейчас если такие планы есть на будущее если кто-то из вас находится за границей я вижу что вы могли бы себя реализовывать и за границей а те кто только планируют свою реализацию за рубежом вам также нужно действовать искать нужных людей нужную информацию у вас должно что-то получится переходим в вашу личную жизнь начали те кто в паре для тех кто в паре выпала карта старшего аркана луны и карта тройки мечей эти карты сами за себя говорят они говорят о том что отношения сложные вы страдаете из-за того человека который рядышком с вами это человек который рядышком с вами считает что вы в чем-то неправы и страдает по-своему возможно это те отношения в которых было предательство ранее может быть вы подозреваете друг друга в чем-то это взаимные претензии обиды женщины в этих отношениях еще можно что-то исправить но у вас сейчас нет ни сил ни желания даже общаться порой с вашим партнером я не вижу здесь близости я не вижу тепла я не вижу душевности вы каждый как будто бы сам по себе переходим к нашим свободным скорпионам для свободных выпала карта тройки жезлов пажа пентаклей и карта старшего аркана влюбленных три хороших аркана ни одной негативной карты для тех кто встречается карта влюбленных уже говорит о том что отношения будут развиваться но будьте внимательны потому что по этим картам два аркана указывают на то что в этих отношениях может быть кроме вас кто-то еще то есть человек с которым вы можете общаться параллельно может общаться еще с кем-то но это может также касаться и вас то есть общаясь с одним человеком вы параллельно также можете еще с кем-то общаться не ограничивать себя в этом потому что пока еще вам рано кому-то привязываться по этим картам Тут может быть влюблённость, интерес, разговоры, встречи, даже близость может быть, но это ничего не значит. Не спешите к кому-то привязываться. И если меня смотрят женщины, то мужчина явно, о котором вы думаете, не обделён женским вниманием, потому что здесь мы видим на влюблённых мужчину в окружении двух женщин. Одна ждёт надеяться, со второй идёт общение. Этот аркан может показывать искушение. Неполную уверенность в том человеке, с которым вы можете встречаться. Для тех, кто по-прежнему свободен, вы не встречаетесь ни с кем. Общайтесь, встречайтесь. Карта Пажа Монет говорит о том, что даже если у вас есть дети или ребёнок от прошлых отношений, это не имеет значения. Вы ещё можете устроить свою личную жизнь. Это могут быть какие-то знаки внимания в вашу сторону, небольшие подарочки. Но не спешите влюбляться. Если вы имеете дело с человеком несвободным, у вас есть дети или дети есть у того человека, здесь прослеживаются колебания двоих партнёров. И, скорее всего, это те отношения, в которые вы захотите внести ясность. Но, оказывая давление на определённого человека, вы можете столкнуться с противодействием, с обратной реакцией. Так как на завершение этой недели выпала карта Туза Мечей, она может говорить о том, что даже выходные дни у кого-то из вас будут напряжёнными. Возможно, вы что-то будете для себя подготавливать или обдумывать уже на последующую неделю, потому что карта показывает стратегический план, который вы обдумываете. Может быть, это начало чего-то нового, что для вас очень важно. И вам нужно какой-то вопрос будет решить во что бы то ни стало. Это ваши мысли. Поэтому и идёт планирование. Поэтому даже в выходные дни ваша голова толком не отдыхает. И, может быть, даже в выходные дни у вас с кем-то будут серьёзные разговоры или важные встречи. Что в скрытых факторах? В скрытые факторы для вас выпала шестёрка жезлов и карта шестёрка чаш. Между ними карта рыцаря мечей. Две шестёрки говорят о том, что что-то в жизни будет стабилизироваться, что-то вас порадует, карты показывают отдых, радость. Но это то, что уже будет примерно через неделю. Во-первых, вы порадуетесь каким-то новостям. Вы будете очень довольны либо решением какого-то вопроса, либо самой информацией, которую вы получите. Она может быть как в письменной, так и в устной форме. Это может быть какой-то важный разговор, важная встреча. Здесь я вижу встречу двух людей. Не исключено и то, что кто-то по этому аркану вам будет признаваться в любви. Или кто-то вам окажет в чём-либо содействие в каком-то важном вопросе для вас. Но тут же мы видим рыцаря мечей. Эта карта может говорить о любого рода помехах. То есть вы в чём-то можете получить хороший результат, но кто-то явно будет либо недоволен, либо кто-то будет пытаться вам что-то перебить, повалять или испортить. То есть в отношении вас есть какая-то претензия от определённого человека. Потому что кто-то хочет, чтобы было по его, а не по вашему. И эта карта может показывать любой конфликт, который ещё может возникнуть или разгореться чуть позже, не на этой неделе. Недовольство идёт конкретно от мужчины. Шестёрка чаш говорит о том, что кто-то из близких людей ждёт вас, любит вас. Это может быть какой-то старый друг, подруга, знакомый человек, который захочет с вами увидеться или с которым захотите увидеться вы. Но эти карты предполагают то, что вам нужно будет свою голову немножко разгрузить, отдохнуть, спланировать для себя отдых или отпуск. И даже та спорная ситуация, которая возникнет, она уладится. Но помогут вам её уладить ваши знакомые, друзья, люди, которых вы хорошо знаете. Ну а теперь посмотрим на карту дополнительного совета или форс-мажора. Здесь мы видим девятку жезлов. Карту обороны. Если выпадает карта обороны, значит кто-то может на вас нападать. Идти к вам с какими-то претензиями, с какими-то упрёками, с недовольством, а вы здесь на защите своих интересов. И вы знаете, что правда на вашей стороне. За свою позицию, за своё мнение, за какую-то свою идею вы готовы бороться. И именно так вам и нужно себя вести, потому что это карта дополнительного совета. Но так как она выпала на форс-мажор, то с кем-то ещё может возникнуть конфликт. Также этот аркан может говорить о том, что может всплыть какая-то старая проблема или проблемы, которые были ранее, по которым, как вам казалось ранее, может быть, что вы их уже закрыли. Вопрос решён, но это не так. То есть эти проблемы или какие-то люди о себе напоминают и вызывают у вас раздражение. Ну а теперь посмотрим, сбудется ли ваше желание. На ваш вопрос выпала карта старшего аркана силы. Карта даёт уверенный ответ «да», но даже здесь чувствуется противостояние, может быть, конфликт интересов двух разных сторон или того, что в отношении вашего вопроса на вас кто-то может оказывать давление, могут влиять на ваши решения, на вашу ситуацию. Но вы здесь должны будете что-то взять под свой полный контроль и довести начатое дело до ума, показать другим, возможно, и свои зубы где-то, и проявление своей воли, и проявление своего характера, потому что вам кого-то нужно будет поставить на место, конкретно тех или того, кто будет становиться у вас на пути. Но этот аркан говорит о том, что это делать нужно в максимально корректной форме, избегая всё-таки громких конфликтов. Но большая вероятность, что по поводу вашего вопроса такой конфликт может возникать. Но вопрос вы решите, потому что вы будете довольны в конечном итоге. И я думаю, что вопрос, который вы задали, вы и раньше из-за него думали, переживали, но раньше явно что-то не получалось или выходило из-под вашего контроля. Если говорить о решении вашего вопроса с понедельника, вы помните о том, что в понедельник не стоит начинать чего-то важного. Вторник благоприятен, середина недели тоже не очень. Вторая половина недели более благоприятна тоже для решения любых сложных задач. Ну и теперь также традиционно. Давайте возьмём дополнительные карты. Для этого я обращаюсь к Аракулу. И посмотрим, что ещё вам нужно знать. То, что вам будут помогать сами высшие силы восстановить в каком-то вопросе для вас важном справедливость, это факт, потому что для вас выпла карта лилии. Это высшее божественное вмешательство. Также эта карта может показывать определённого мужчину, наделённого властью, должностью. Это может быть какой-то чиновник, опять-таки военный. Это может касаться очень важной информации или очень важных документов, касающихся вас или вашего спорного вопроса, потому что в центре мы видим карту правосудия. На ваш вопрос также позитивно повлияет некая женщина и мужское лицо. Но мужчина один помогает, от второго как раз могут идти препятствия. И показано, что с этим человеком вам нужно будет договариваться. И возьмём ещё одну карту дополнений, карта Древа. Она говорит о том, что какой-то вопрос вы можете решить в свою пользу. Подключайте все важные контакты и связи, которые у вас есть, у вас что-то должно получиться. Решение этого вопроса поспособствует вашему укоренению, не только настоящему, но и будущему. Эти карты ещё могут показать вопросы медицины. Поэтому, если кому-то предстоит лечение, возможно, вы будете проходить сразу несколько разных специалистов. Тут может быть сдача анализов, выписки, больничные листы, осмотры. Но всё это поспособствует улучшению вашего здоровья, потому что карта показывает восстановление. Уважаемые скорпионы, таким для вас был расклад на этот период. Благодарю вас за просмотры. Всем хорошей недели. Пусть даже сложные карты проиграются для вас максимально мягко и гармонично. Ставьте лайки за проделанную мною работу. И я вас всех жду на следующей неделе. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok